Сегодня у Театра Глобус будет шумно и ярко. Здесь проводят фестиваль молодежных субкультур «Знаки». Принять участие в нем могут все молодежные сообщества. Главное, чтобы ребята сумели презентовать свои взгляды и привлечь интересы других участников форума. Творчество, толерантность и мастерство. Вот киты, на которых лежат знаки. Как и в прошлые годы, на площадке у Театра Глобус будут представлены поклонники компьютерных игр и фантастических миров. Молодежь, которая увлекается экстремальными видами спорта. Мастера граффити, ролевики и реконструкторы. Поклонники хип-хопа, рок-музыканты и многие другие. Металлическая труба, пружина, пластик, корпус из фанеры и макеты патронов. Модель крупнокалиберного пулемета должна стать одним из главных аттракционов на фестивале «Знаки». На ее изготовление понадобилась одна неделя. Его сделал Михаил. Он крафтер, иначе мастер. Аксессуары и костюмы делает своими руками. Один из них недавно принес автору приз на специальном фестивале. Хакер постапокалипсиса. Поскольку в постапокалипсисе нет никакого интернета и прочего, этот хакер взламывает защищенные бункера, убежища при помощи аналоговых устройств. Поскольку он выходит на поверхность, воздух заражен, у него респиратор, закрытая система. Постапокалипсис — это земля, пережившая глобальную катастрофу. Любителей постапа никак не назовешь мрачными параноиками, но тему свою они изучают серьезно. Постапокалипсис для нас — это не только кожа, рейдеры, безумный Макс и прочее. Для нас еще немного важно то, что был реализм. То есть в случае глобального катаклизма все равно будет использоваться и стандартное военное обмундирование, и что-то приближенное к нему для того, чтобы выжить. Татьяну научила рукоделию мама — профессиональная швея. Но вряд ли она могла предположить, что дочь будет кроить не из хлопка или даже джинсы, а из брезента, полиэтилена и других грубых материалов. Ну, тут обычно лично у меня идет полная импровизация. Я когда смотрю на ткани или какие-то материалы, я примерно представляю, как это будет сидеть, и уже от этого как-то пляшу. А потом в этом пританцовывают на подиуме. Коллекция, подготовленная Татьяной, имела успех на фестивале дизайна. Для будущих дизайнеров практика, а крафтеры, например, могут зарабатывать на авторах и аксессуарах. Значит, это не просто игра, как кажется многим. И тем не менее, самое важное — творчество. Мы очень рады этим заниматься и быть ближе к тому, что народу вообще интересно вокруг. Поэтому абсолютно нужно выходить, абсолютно нужно все, что ты делаешь, демонстрировать, потому что иначе как. Все, что умеют, герои фантастического будущего продемонстрируют сегодня на фестивале «Знаки». Антон Лучанский, Андрей Гуропаткин, Вести Новосибирск.